Вселенная существует уже 13,8 миллиарда лет, и по ее меркам это только начало сверхдлинного пути. Однако даже в космосе все приходит к своему концу, и изредка человеку удается увидеть финал жизни небесного тела. В последний раз такое случалось в 1054 году, когда наши далекие предки могли наблюдать взрыв сверхновой прямо на небе. Но спустя 966 лет явление подобных масштабов снова может случиться. И возможно именно нам посчастливится стать свидетелями того, как закончит свой путь звезда Бетельгейза. Этот объект считался одной из ярчайших звезд на ночном небе. Однако в последние несколько месяцев Бетельгейза непрерывно тускнеет, и сейчас ее яркость упала до минимального уровня. Несмотря на то, что многие астрофизики предрекают ей скорый финал, звезда не является старой, а возраст Бетельгейза не превышает 10 миллионов лет. Для сравнения, возраст нашего Солнца составляет приблизительно 4,6 миллиарда лет, и еще столько же ему предстоит просуществовать. Разница между ними заключается в том, что наша звезда не обладает такой внушительной массой, и она легче Бетельгейза приблизительно в 20 раз. Объем этой звезды превосходит Солнечный в 300 миллионов раз, а максимальная светимость в 105 тысяч раз. Бетельгейза находится в созвездии Ориона, и расстояние до нее оценивается приблизительно в 600 или 700 световых лет. Еще одной важной особенностью этой звезды является ее гигантский размер, который может достигать 800 диаметров Солнца на пике пульсаций. То есть, если бы Бетельгейза переместилась в центр нашей Солнечной системы, ее поверхность могла бы достигать орбиты Юпитера. Намного более интересной особенностью этой звезды является ее масса, которая определяет и срок жизни. Как правило, светила, для которых данный показатель не превышает 10 масс Солнца, в итоге разрастаются до размеров красного гиганта. Однако, если звезда является еще более массивной, то в конце своей эволюции она становится нейтронной звездой или черной дырой. Такие объекты представляют из себя гигантские шары из водорода, гелия и некоторого количества более тяжелых элементов, внутри которых постоянно идут термоядерные реакции. На первой стадии своей жизни, когда звезда только формируется из газового облака, температура в ядре поднимается до нескольких миллионов градусов, а затем в ней начинаются реакции превращения водорода в гелий. Пока водород сгорает, звезда находится на основном этапе своей жизни, занимающем примерно 90% всего времени ее существования. Этот период называют этапом главной последовательности. Когда водород внутри звезды заканчивается, она переходит на следующий этап, в котором ее дальнейшая судьба зависит только от массы. У небольших звезд вроде нашего Солнца ядро на этом этапе нагревается до температуры в 100 миллионов градусов, после чего гелий превращается в углерод. В этом случае внешняя оболочка звезды раздувается настолько, что в результате рождается красный гигант. Эта стадия проходит в 10 раз быстрее этапа горения водорода и занимает примерно 10% от всего времени жизни звезды. После выгорания гелия сверхплотное ядро превращается в белого карлика, а прежняя оболочка расширяется и выбрасывается. Но из-за нехватки гравитации маломассивные звезды не способны разогреть свою центральную область, и углерод не может продолжить горение. Однако в звездах, чья масса превышает Солнечную больше, чем в 10 раз, температура ядра достигает нескольких миллиардов, и в них начинается реакция слияния ядер углерода с образованиями магния, неона и кислорода. В результате в центре образуется железное ядро, которое растет до тех пор, пока объект не теряет устойчивость, и гравитация не схлопывает эту звезду. Тогда ее центральная область сжимается, превращаясь либо в нейтронную звезду с плотностью в 1 миллиард тонн на 1 кубический сантиметр, либо в черную дыру с плотностью, стремящейся к бесконечности. Когда происходит этот процесс, рядом с объектом образуется ударная волна, которая разбрасывает верхние слои звезды в окружающее пространство. И именно эта судьба, скорее всего, ждет Бетельгейзе. Вероятнее всего, на данный момент в недрах этой звезды уже не осталось водорода и гелия, что может означать только то, что несколько тысяч лет назад она перешла на стадию горения углерода и его превращения в магний. Так или иначе, когда-нибудь эта звезда израсходует весь свой углеродный запас, а следующие стадии будут происходить уже гораздо быстрее. Ученые не могут точно сказать, через какой период времени Бетельгейза взорвется. Однако все они сходятся в одном – взрыв будет неминуемым и произойдет относительно скоро. Впервые странное колебание уровня яркости Бетельгейза заметил еще английский астроном Уильям Гершель в 19 веке. В то время ученые не обладали специальными приборами, которые позволили бы им замерить уровень яркости более точно. Однако в наше время с помощью фотометрических измерений было выявлено, что яркость Бетельгейза колеблется примерно на полторы звездных величины, а в декабре 2020 года уровень ее яркости достиг своего исторического минимума. На данный момент у ученых нет единого мнения о природе этого явления, и споры о дальнейшей судьбе Бетельгейза пока что ведутся. Вполне вероятно, что подобные резкие колебания являются не исключительным процессом для жизни этой звезды. Ведь не стоит забывать, что Бетельгейза является сопеременной звездой, которая на протяжении тысячелетий тускнела, а затем снова набирала свою яркость. Но если взрыв все же произойдет, никто не сомневается в том, что такая вспышка станет грандиозным астрономическим событием и не будет представлять существенные угрозы жизни на нашей Земле. Выброшенному звездой веществу понадобится 6 миллионов лет, чтобы до нас добраться, и за это время оно рассеется или будет погашено встречным солнечным ветром. По уровню своей яркости такая вспышка будет сопоставима со светом полной Луны, и в течение нескольких месяцев будет видна на нашем небе невооруженным глазом. Но самым удивительным фактом является то, что взрыв может произойти в любую минуту, и никто точно не знает, когда это случится. Вероятность увидеть сверхновую на таком близком расстоянии даст астрономам редкую возможность более подробно изучить это явление, и еще точнее понять, как устроена эволюция звезд во Вселенной. Но весь остальной мир сможет на несколько месяцев почувствовать себя героями фантастического фильма. Ведь благодаря далекому эху уходящей Бетельгейзе, ночь на нашей планете станет немного светлее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok